На связи со студией Денис Марчук, заместитель главы всеукраинской аграрной рады. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Когда мы говорим, люблю формулировку очень, договорилась об ограничении импорта зерна из Украины. Но по сути импорт будет запрещен, теперь централизованно. Не страны сами отдельно поводили определенные ограничения, а теперь уже централизованный будет запрет, но при этом транзит сохраняется. А что в этом супернового? Ну, как бы компромисс, потому что действия тоже Польши или Венгрии, они были незаконными. Они нарушали все документы и постановления, которые действуют в Европейской комиссии относительно торговли. Естественно, что такие моменты они приводят к тому, что в Европейском Союзе возникает много тогда нарушений. Чтобы этого не осуществлялось, была сделана дополнительная экспертиза, скажем так, и переговорный процесс со стороны Еврокомиссии с представителями этих стран, для того, чтобы детально изучить этот вопрос. Ну, и как бы пришли к такому компромиссу, что до момента заканчивания там фактически работы без пошлин для территории Украины, а заканчивается она на начале июня, фактически вводится эмбарго для четырех культур с Украины, и для, естественно, четырех стран – Польша, Венгрия, Болгария, Словакия. И фактически это говорит о том, что вот компромисс остается для Украины в том контексте, что транзит будет разрешен, а для нас это было основным направлением, которое мы отстаивали, потому что если посмотреть на торговые отношения в контексте продовольственного обмена, то есть реализация украинской сельхозпродукции в этих странах в Восточной Европе, он не был таким высоким, потому что это тоже экрабная региона, и фактически там продавать от своей продукции не было какого-то экономической выгоды. Поэтому мы использовали эти направления как транзит к инфраструктуре, например, Польши, для того, чтобы с ее портов экспортировать дальше в другие страны мира, но и также транзит для других европейских стран, которые активно покупают украинское продовольствие. Мы говорили там о Германии, о Нидерландах, о Испании, потому что фактически кризис, который возник с продовольствием в Европе через засуху, он был очень такой негативный, и многие страны действительно нуждаются в украинской продовольственной группе, в том числе и в Европейском Союзе. Как будет продолжаться ситуация дальше, посмотрим, потому что фактически вот эта заборона, она будет действовать более месяца. Далее для того, чтобы принимать решение, будет ли она продолжаться, будет, скажем так, оформлена такая комиссия, которая будет исследовать вопросы, призвело ли действительно украинское продовольствие, его присутствие на рынках Польши и Бенгрии, к такому убытку их национальных производителей. Хотя уже сейчас звучат заявления Польши, что они будут настаивать, что запрет действовал до конца 2023 года. Как будет осуществляться на практике, будем смотреть и анализировать. Не знаю, насколько сейчас уже актуально, но, наверное, актуально все-таки будет озвучить позицию других стран, которые ранее высказывались также по поводу импорта украинского зерна. И так запреты на ввоз украинского зерна, введенные в одностороннем порядке несколькими странами ЕС, не являются жизнеспособным решением. И Греция, например, говорила, что не будет к ним присоединяться. О чем заявлял генеральный секретарь Министерства сельского хозяйства Греции Константин Багинетас. И, по его словам, текущее предложение Еврокомиссии по немедленной помощи соседним странам-членам являются шагом в правильном направлении. Он также отметил, что необходимо обеспечить глобальные поставки продовольствия и поддержку экономики Украины, которая в немалой степени базируется на экспорте сельхозпродукции. Давайте послушаем и обсудим. Греция разделяет непропорциональное бремя, которое ложится на соседние страны-члены ЕС в Украине и понимает реакцию и мобилизацию их фермеров. Но односторонние национальные меры не являются жизнеспособным решением, и их следует избегать. Константин Багинетас, генеральный секретарь Министерства сельского хозяйства Греции. А вот смотрите, такие заявления. Вы говорите, ну, мне хотелось бы понять, запрет на импорт, ограничение, точнее, на импорт касается всех стран в любом случае? То есть Еврокомиссия уже... Нет, это касается только четырех стран. Это Бургария, это Венгрия, это Павлакия и Польша. Румуния сюда не уходит. То есть остальные страны Евросоюза могут, в принципе, позволить себе импорт украинского зерна, да? А насколько, вот то, что говорит Министерство сельского хозяйства Греции, насколько действительно это поддержка экономики Украины, да? Которая в немалой степени и правда базируется на как раз экспорте сельхозпродукции. Ну, такое заявление мы имеем не только со стороны Греции, есть заявление Германии и Чехии, которые действительно, в том числе, употребляют украинское продовольствие. Касаемо экономики, для Украины это важное направление, потому что от экспорта украинского сельхозпроизводства зависит поддержка фактически валютной выручки, которая приходит в Украине, с которой формируется потом и бюджет Украины. С бюджета Украины значительные средства направляются на обороноспособность нашей страны, на поддержку вооруженных сил, потому что мы знаем, что те деньги, которые нам выдаются в качестве помощи или на каких-то условиях, они не могут быть задействованы для покупки, например, вооружения. Это мы можем делать только за свои деньги. И сельское хозяйство, как топ продукции экспорта с территории Украины, напомню, фактически за год мы вышли на 70% от того, что экспортирует Украина, это сельхозпроизводство. Поэтому то, что мы зарабатываем в этом секторе, очень значительно влияет на обороноспособность нашей страны, ну и поддержание разных социальных программ, которые нуждаются в финансовой поддержке, в том числе выплатам, заработных плат, пенсии на территории Украины. Ну то есть, смотрите, я уже приводил, кстати, в разговоре с вами до сих пор актуальна эта цитата. Старший представитель Еврокомиссии о чем говорил, что если вы внимательно прочтете заявление исполнительного вице-президента, то увидите, что он сказал. Меры, которые предлагает Еврокомиссия, теперь зависят от того, отменят ли эти страны свои односторонние меры, чтобы мы могли двигаться к более европейским рамкам. Эрик Мамер, старший спикер Еврокомиссии, собственно, еще он говорил о том, что аграрии пяти европейских стран смогут получить субсидии от Еврокомиссии только при отказе от односторонних ограничений по торговле украинским зерном. То есть, все получаются выигрыши сейчас. Четыре страны, которые запрещены, кроме Румынии, как мы уже с вами выяснили, туда будет ограничен импорт украинской сельхозпродукции. Соответственно, в одностороннем порядке теперь нет ограничений от этих стран, и они получают субсидии из бюджета Евросоюза. Да, если они юридически примут меры, касаемо, как правильно это сформируют, то есть они примут решение своих кабинетов министров о том, что они прекращают правительство, правительственные решения, которые были приняты касаемо украинского импорта в их страны. И после этого начнут действовать директивы Европейской комиссии, которые касаются этих стран. Иначе это будет такой правовой негализм, который фактически может произвести к большим проблемам в самом Европейском Союзе, потому что таким образом та структура, те наработки, которые многие года создавали для того, чтобы работать как единственный политический, как единый политический рынок, как единый экономический рынок, фактически вот такие решения односторонние, какие были, принимались представителями этих стран, они, скажем так, они влияют на дух, наверное, тоже самого Европейского Союза. И для того, чтобы в дальнейшем не возникало подобных заявлений и действий, нужно этот вопрос урегулировать сейчас в таком состоянии, как он есть. То есть, как бы, эти правительства, они, скажем так, пропоняют как-то русскому... Останавливают. Останавливают свои решения касаемо импорта Украины. Прекращают. Прекращают свои заявления касаемо Украины и начинают действовать директирую Европейской комиссии, которые отдают возможность действительно этим там четырем странам на период до начала июня месяца прекратить импорт территории Украины. Как будут развиваться события дальше, будем смотреть и анализировать. Ну вот смотрите, о чем еще писал Блумберг, тоже уже я приводил подобные аргументы, что запрет Польши импорта зерна из Украины может быть как раз связан элементарно с предвыборной кампанией, с предвыборной политикой. Заинтересована в этом, прежде всего, правящая партия «Право и справедливость», господин Кочинский, да, тоже его приводили, что в пример, что, скорее всего, может быть вызвано тем, чтобы обратить внимание на себя, как политической партии, в большей степени сельского населения. Аграрии в основном не в городе-то находятся, поэтому такое заигрывание с избирателями. Может ли это быть действительно правдой, ну и главной сутью, например, в отношении Польши? Это первооснова, и мы об этом говорили, потому что те акции протеста, которые начались проходить в гминах, это наименьшие административные единицы Польши, где работают, в том числе сельское хозяйство, фермеры. Это конкретный электорат, который многие годы поддерживал «Право и справедливость», Ярослава Кочинского, который фактически на протяжении 10 лет имеет власть в Польше. И вот такие акции протеста, они несли за собой негативный эффект по возможных выборах, которые состоятся в октябре в Польше. И поэтому для того, чтобы не терять связь со своим электоратом, для того, чтобы показать вот эту политику протекционизма, защиты национального производителя, они, скажем так, сделали то, что сделали, и фактически запретили не только импорт, а и транзит 15 апреля, фактически который там около недели продолжался. И это все сыграет, наверное, на руку в выборах предстоящих. Насколько это будет эффективно, уже они будут считать непосредственно голосами. То, что политика в этом вопросе сыграла роль номер один, это факт. Второй вопрос экономический, потому что на фоне вот этих высказываний польских фермеров и поддержки со стороны политического руководства Польши, дальше вышли заявления о том, что вот мы готовы приостановить, скажем так, свои заявления и свои действия касаемо транзита нашей страной, если Европейская комиссия более детально рассмотрит дотации, которые идут в сторону польских производителей. То есть их не так достаточно, как, например, получают фермеры в Германии или Франции или Италии. То есть таким образом они решили еще дополнительно вопрос субсидирования для своих товаропроизводителей. То, что это осуществилось за счет Украины, но это, конечно, несет для нас как страны негатив, потому что мы на протяжении года евроинтегрировались. Мы сейчас много занимаемся над вопросом построения хранилищ на границах с Польшей. Мы воспринимаем эту страну как партнера, с которым мы можем осуществлять наши торговые отношения. Мы говорили о том, что возможно построить такие сухие порты, где делать перевалку продукции. Но все такие действия, они приостанавливают такие инвестиции. Очень важные инвестиции в период войны, потому что очень сложно найти сейчас деньги. И кто готов был бы инвестировать в страну, которая фактически или не каждый день подвержается атакам со стороны России, в том числе и ракетным. И никто не знает, куда полетят эти ракеты. Поэтому такие действия, они фиксируют негатив экономический по отношению к Украине. Не только через то, что не будет реализироваться украинское зерно, но и возможности создавать дополнительные инструменты для того, чтобы в дальнейшем экспортировать зерно с территории Украины, напомню, через постройку сухих портов на границе с Польшей, Словакией или Венгрией. Ну, я думаю, вы видели заявление украинского МИДа, который уже выразил протест Польше и Евросоюзу в связи с запретом украинского зерна. Короткая цитата. Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены Евросоюза и в целом беспрепятственный транзит всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и вне Евросоюза. И также задавал вам уже неоднократно этот вопрос, но повторюсь, да, меня всегда интересует, а если, точнее, не если, а когда Украина станет членом Евросоюза? И, соответственно, ну, любые ограничения, в принципе, будут сняты с Украины, потому что она присоединится к общему экономическому пространству. Естественно, что, ну, там будут лоббирования своих интересов, каждый поддерживает свои сельхозпроизводители, но, тем не менее, Украина, например, вот, представляем, да, член Евросоюза. И той же Польше, Словакии, Венгрии, Болгарии нужно будет мириться с украинским зерном, потому что равноправные условия. Ну, это, в том числе, такой урок, который нам показывает, что, несмотря на все политические заявления фактически Европейского Союза, принять Украину как члена семьи, это, то есть, как бы, пока останавливается на политических заявлениях. Когда мы переходим к практическим действиям в виде интеграции экономических наших отношений, мы видим, что каждая страна пытается максимально защитить своих производителей. И Украине в этом вопросе будет очень тяжело, потому что Украина и до активных боевых действий на территории Украины была большим конкурентом в Европе по продовольствию. И те, скажем так, критерии, квоты, которые осуществлялись по отношению к украинской продукции, они же не просто так возникли. Они понимают, насколько Украина есть сильным игроком, который возможен даже без фактически какой-либо поддержки осуществлять и наращивать производство. То же у нас и произошло в 2022 году. У страны война, в стране люди идут защищать свою родину, оставляют производство, фактически рабочих рук не хватает, денег не хватает, убытки от, скажем так, бомбардирования, поля заминированы. Но, несмотря на все эти действия, Украина выращивает, Украина делает возможность экспорта, и Украина показывает, что, несмотря на все трудности, которые возникли, мы есть конкурентами, потому что у нас продовольственно и качественно, и есть большой сбор валового продукта, который мы можем экспортировать. И мы говорим о том, что мы, как страна, которая находится в центре Европы, с точки зрения логистики, очень приспособлены к тому, чтобы направлять во все точки Европейского Союза. И это, конечно же, паника возникает в тех аграрных странах Европейского Союза, которые привыкли фактически не чувствовать какую-либо конкуренцию, и которые привыкли осуществлять свои экспорты или выращивание за счет того, что они субсидированы. И вот как в этих условиях, когда они вынуждены субсидироваться, это конкурировать со страной, которая, несмотря на все условия, в которых она оказалась, она, возможно, быть конкурентной. Поэтому, да, урок первый фактически мы прошли. Как показала практика, даже очень неплохо, потому что провели переговоры фактически со всеми, и переговоры с Европейской комиссией. Есть заявление Европейской комиссии, в том числе Европейского комитета, касаемо торговли в Европейском Союзе, о том, что они поддерживают продление беспошлин для Украины на территорию Европейского Союза. Мы действительно евроинтегруемся в этом вопросе, и в том контексте, как в дальнейшем будут возникать такие конфликты, мы уже имеем опыт, как их решать. Я думаю, что, к сожалению, таких еще всплесков эмоций будет очень много, и даже не исключено, что в ближайшие месяцы снова, потому что, как и страны Восточной Европы, через которые мы импортируем, будут собирать свой новый урожай, так и Украина будет собирать свой новый урожай, который нужно будет также реализировать через коридоры солидарности. Ну, тогда в продолжение этой темы, я тут соглашусь со многими вашими замечаниями, и вот какую цитату хочу привести. Украинское зерно спасло Европу от инфляции, именно такое заявление сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. По его словам, сейчас продолжаются дискуссии относительно экспорта украинской аграрной продукции в страны Евросоюза, и влияние увеличения поставок обсуждается отдельно по каждому государству. Слушаем. Поставки сельскохозяйственной продукции из Украины помогли сдержать инфляцию в Европейском Союзе. Она у них была значительной, но без этих поставок была бы еще больше. Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины, в эфире марафона «Еды не новыны». Так, хорошо, а если действительно зерно спасло Европу от инфляции, то, соответственно, зачем сейчас вводить ограничения по отдельным странам? У меня возникает первый вопрос. И, ну, хорошо, по Польше, допустим, плюс-минус мы разобрались. Можно еще представить Венгрию, да, она всегда против Украины и помогает традиционно России. А что, например, Болгарию и Словакию не устроило? Тоже политика. В Болгарии были не очередные выборы в парламент этой страны, а в Словакии выборы в сентябре месяце. Ну, а по поводу инфляции, вот то, что я спросил... Инфляция, это действительно факт. И мы можем вспомнить, там, апрель-март 22-го года, фактически тогда фиксировался дополнительный рост цен на продукты питания, в том числе на продукты зерновой группы, которые, там, например, вызвали панику в европейцев. То есть у них фактически, там, за два месяца подорожал хлеб около, там, на 20-22%. И это в том числе за счет того, что у них была засуха, а экспорт с территории Украины был приостановлен. И поэтому вот нехватка продовольствия призвела к тому, что цены пошли высоко вверх. Ну, и сейчас, как бы, статистика говорит о том, что за счет все-таки хорошей погоды в этом сезоне урожайность в Европе будет лучше. Но в том числе для, например, производства продуктов доданной стоимости, таких как молочный сектор или мясной сектор, они все равно очень заинтересованы в украинском продовольствии зерновой группы кукурузы. Потому что это кормы, это качественные кормы, это относительно дешевле кормы, чем есть в Европейском Союзе. Ну, и также это возможно осуществлять поставки в большом количестве. Не так, как, например, в Польше, когда очень много маленьких фермеров, которые работают на 20-30 гектарах. И вот одному предприятию, чтобы собрать тот вал продукции, который им необходим для обеспечения, там, кормежки своего сектора мясного, ну, это большие затраты, как логистические, так и финансовые по покупке. Поэтому вот та же самая Польша, они заинтересованы в том, чтобы поставки с Украины не прекращались. Уже есть заявления их представителей бизнеса о том, что такие действия, которые осуществило их правительство, оно фактически вредит экономике этой страны. Так же, как неудивительно были заявления представителей бизнеса Венгрии, которые открыто говорят для того, чтобы выкормить некоторое количество скота, им нужно большое количество зерновой группы по кукурузе. Это около 700 тысяч тонн кукурузы для того, чтобы обеспечить полноценное функциональное обеспечение их бизнеса в контексте выращивания по голове верха. Поэтому вот такие действия, они возвращают нас к вопросу, что здесь больше сыграла политика, нежели экономические какие-то действия относительно того, чтобы защитить свой бизнес. Потому что для Польши в основном экономику формируют производители, то есть переработчики. Потому что маленький сектор фермерства, он датирован, а вот переработчики это те, кто формирует в основном приход денег в страну, ну и функционал денег на внешних рынках, ну и внутри своей страны. Ну и еще один важный фактор, его озвучу, Украине необходимо готовиться к возможной блокировке России зерновой сделки, срок которой стекает 18 мая. И уже сейчас нужно искать альтернативные варианты экспорта агропродукции, о чем сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, в данном случае нужно учитывать ситуацию после выборов в Турции, а также то, насколько ООН готово будет надавить на Российскую Федерацию, чтобы продолжить экспорт украинского зерна по морю. Также я напомню, что зерновое соглашение было подписано 22 июля прошлого года. Украина и Россия не подписывали никаких документов между собой. Соглашение заключили Украина, ООН и Турция. А уже в свою очередь Российская Федерация подписала зеркальный документ. И по зерновой сделке, по морским коридорам актуальным остается вопрос. Давайте сейчас послушаем цитату и обсудим. Нам надо думать над какими-то альтернативными вариантами, если россияне попытаются заблокировать зерновое соглашение 18 мая. Конечно, ни один из посредников не поддерживает действия России, но когда придет 18 мая, мы увидим, как каждая из сторон будет действовать. Возможно, уже сейчас нам нужно формировать планы Б и С, куда пойдут корабли и пойдут ли они, если россияне будут создавать препятствия или блокировать саму инициативу, или угрожать портам. Василий Боднар – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции. То есть, я так понимаю, 60 или 120 дней, так эта ситуация и осталась не ясной до конца. И буквально последний у меня будет вопрос к вам, очень актуальный. 18 мая не за горами, практически две недели остается. Что дальше тогда с морскими коридорами будет? Переговорный процесс осуществляется по сей день. Фактически, есть заявление Минобороны Турции о том, что они в ближайшее время проведут переговоры с Россией и с Украиной касаемо продления до 120 дней, так как предусматривает Стамбульское соглашение. Есть переговорный процесс на уровне ООН Соединенных Штатов Америки и также с Россией, для того, чтобы все-таки дать возможность осуществлять экспорт с территории Украины. Есть заявление J7, которое также настаивает на том, чтобы зерновое соглашение работало. Вот недавно на днях вышло заявление ФАО, это Всемирная продовольственная организация, которая призывает Россию не блокировать экспорт с территории Украины, так как это несет угрозу продовольственной безопасности для бедных стран и может произвести голоду в этих странах. Поэтому такой дипломатический пресс на Россию, он продолжается. То, что Россия продолжает вести себя как продовольственный террорист, это факт. Россия продолжает фактически приостанавливать проверки кораблей в Босфоре. Уже там мы имели в апреле несколько дней, когда никакие корабли не заходили, не выходили с Босфора. Это действительно негатив. Для чего это делает Россия? Для торгов. Россия, как всегда, пытается из ситуации выдавить максимум для себя. Этот максимум заключается в том, что они настаивают на смягчении санкций относительно их стране, в том числе для того, чтобы была возможность зарабатывать деньги. Потому что нефтегазовые доллары, они уже не такие большие через действие санкций. А вот продовольственная группа, это та группа, с которой можно еще поработать, потому что санкции не действуют на продукты питания. Поэтому, когда Россия еще замедливает вопрос зернового коридора, в это время она пытается открыть для себя новые рынки и зайти на те рынки, в которых была Украина, для того, чтобы продавать свои зерновые. Поэтому вот такие проблемы мы имеем на сегодняшний день со стороны России. Но все-таки есть надежда, что на дипломатическом уровне удастся до 18 мая все-таки определить позицию, что зерновая сделка продолжит еще как минимум на следующие 60 дней свою работу. Денис, я вам благодарен за этот анализ, в частности и по решению Еврокомиссии, и по морским коридорам. Вопросы актуальны. Денис Марчук, я напомню, заместитель главы всеукраинской аграрной рады, только что был на связи со студией.